Вот эти бамбуковые шесты, которые будут воткнуты, сейчас Маркус втыкает в берег, они выполняют функцию аутригера, то есть разводят, во-первых, нитки в разные стороны от разных спиннингов, это первая тема. А вторая тема, вот допустим, по крайней мере, верхний шест, он будет служить, мы заведем леску за него и положим груз, соответственно, параллельно шесту. Рыба у нас будет располагаться по течению, но основная леска будет в стороне от нее, поэтому не будет перепутывания этой рыбы с нашей плетенкой. Это очень важно, потому что если бы было так, особенно при направлении вверх по течению, то леска была бы, затем рыба и, соответственно, и кирпич. И вот этот вот монтаж позволял бы рыбе перехлестывать, заходить за основную плетенку и, соответственно, перепутывать ее, что недопустимо. Кол, рыба, кирпич, они примерно будут вот на таком расстоянии. И, соответственно, даже то, что рыба будет по течению вниз находиться, она никоим образом не пересечется с основной леской. Вот это важно. Точно по такому же принципу ловит большинство немецких рыболовов на реках По, Рейни и других доступных для них водоемах, где разрешена рыбалка в ночное время. Команда Карстена Зека находится на значительном расстоянии от экипажа Маркуса Йоля. Да и на рыбалку они вышли на два дня раньше, что дало им возможность не только досконально изучить перспективные места на выбранной ими акватории, но и поймать там несколько очень приличных по размеру самов. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Семки И я тушу на боже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok